Привет, друзья! У меня сегодня для вас незапланированное видео. Сегодня 20 декабря, совсем скоро Рождество. Утром я еще не успела проснуться, мой Баск приезжает с работы и кричит «Пошли скорее на кухню, хочу тебе что-то показать!» Закрывает мне глаза, ведет меня на кухню и говорит «Открывай, смотри, открывай глаза!» А тут такая огромная рождественская корзина, которую он выиграл в лотерею в той кафетерии, где он каждое утро пьет свой утренний кофе и покупает вечером хлеб. Вчера в России был день Святого Николая, завтра в Испании, 21 ноября, день Санта-Томаса. И, кстати, в стране Басков Санта-Томас отмечается достаточно так бурно. Правда, в этом году нет. В том году я снимала. Может быть, найду видео, некоторые вставлю в конце этого видео. И Санта-Томас – это когда из деревень крестьяне перед Рождеством приезжали на праздник, приезжали в город, чтобы продать то, что они вырастили за год. То есть, такой большой, так скажем, продуктовый праздник. Это большая фермерская предрождественская ярмарка, которая каждый год отмечается в стране Басков в большей части населенных пунктов. Так что, несмотря на карантин, несмотря на то, что все ярмарки отменены, сегодня у нас двойной праздник. Мы и Святого Николая по ортодоксальному календарю празднуем, и Санта-Томас по календарю Басков. Итак, давайте заглянем, что же есть в этой корзине, и чем мы будем баловать себя на Рождество. Так, давайте разрежем этот целлофан. Правда, прежде чем его разрезать, тут вот рядом с этим бантиком синим такая вот кепочка с логотипом команды по академической гребле города Сараус. Вот, и тут же на ручке корзины. Вот, посмотрите, майка из этой же серии. То есть, сначала такая экипировка. Если вам нечего одеть на Рождество, то, видите, даже одессы едят. Так, отделяем скотч. Так, ну, точно, майка придет самому младшему члену семьи. Вот такая вот маечка. Такая вот у нее вот спина. Айтуру у нас повезло. Вот такая вот маечка и вот такая вот кепочка. И можно идти заниматься академической греблей. Так, смотрим, что у нас здесь есть еще. Бантика приезжаем. Охраняем кому-нибудь на подарок. Ну, и, конечно, какая рождественская корзина в Испании без основного рождественского продукта. Это хамон. Я, наверное, сейчас поставлю камеру подальше, чтобы было лучше видно. Итак, продолжаем разбирать нашу корзину. Основной элемент бутылки грохаются. Это, конечно же, хамон. В данном случае это палета, но все равно хватит ее на все рождественские каникулы. На все рождественские праздники она так вот хорошо запакована. Там внизу под этой тряпочкой я чувствую, она в целлофане. Так что будет что разрезать и нарезать на стол на это Рождество. Ходите чаще пить кофе в кофейне и... Как что-то... А, булочные. Вот. А, понятия. Дальше что у нас тут есть? Три бутылки вина. Так, две бутылки риохи. Такая вот риоха Крианса, выдержанная немножко, да, с 17-го года. Две вот таких вот бутылочки. Так, две бутылочки риохи Криансы 2017 года. Кстати, они тоже с вот этим вот значком грибной команды города Сараус. И бутылка белого вина, да, то есть видите, как на всякий случай, потому что кто-то не любит, может, красное вино для них. Беленькое здесь положили. Это Роэда. Да, это сорт винограда Гудея. Кстати, мой Баск очень любит именно Роэду. Так что ему особенно повезло. Так, смотрим, что у нас здесь еще есть. К хамону у нас еще две палочки чорисы. Чорисо Иберико Экстрабиота. То есть это высшего класса чориса, которая тоже и со свинок, которые питаются только желудями. Вот такие вот две палочки у нас чорисо есть на рождественский стол. Так, что у нас здесь есть еще? Роскияс. Роскияс – это бублики. Здесь они с лимонным вкусом. Так. Шоколадный тортик. Вот такой вот он, круглой формы. Скорее всего, что там с воздушным рисом, что-то такое вот. То есть для сладкоежек то уж тут все есть. Дальше. Что у нас здесь еще? Немножко под бутылками помялись, нет, некоторые коробочки. И вот еще одна коробочка Роскос. О, кстати, Роскос до вина с винным вкусом. Еще так чуть не пробовала. Ну, Роскос, Роскияс – это, в принципе, бублики, пончики, да, как угодно. То, что круглой формы. И они бывают абсолютно разных вкусов. И вот здесь у нас лимонный, здесь у нас винный, так, что тут еще? А, сортина традициональна. Это разные печенюшки традиционные к Рождеству. Здорово, здорово, здорово. То есть я там зря накупала огромное количество сладостей. Так, это трюфеля. А вы любите трюфеля? О, я очень люблю. Труфеля у нас здесь. Шоколадные. Турон из Аликанте. То есть самый, что у нас есть традиционный турон. Так, чего у нас тут уже не помещается? Все на столе, что, может, больше. Какие-то печенюхи из оливкового масла. Никогда такие не пробовали. Кстати, давайте заглянем. Посмотрим, что-то мне прям аж любопытство распирает, что это такое. Пока мой баск болтает по телефону, с работы позвонили. Кого-то, наверное, опять надо ехать спасать. Пусть он спасает. А мы спасаем наши желудки. Вот такие вот печенюхи. Вот здесь у нас внутри. Никогда не ела печенье с оливковым маслом. Ух ты! Они очень похожи на подвороны. Прям взялась. Видите, он такой аж мягкий у меня под руками, под пальчиками моими нежными ломается. Ну, в принципе, да. Очень похожа по консистенции на пульварон. Очень мягенькая, нежная. Очень вкусная. Ну, как только мне теперь дальше разговаривать. Так. Закрываем, пока никто не видел. Чтоб никто не догадался. Он и так за мной неделю догадает сладости, которые я пооткрывала, понадкусывала, когда делала для вас видео о тех сладостях, которые я накупила на Рождество. Так. И что еще? Ну, обязательно, конечно же, эта баночка с печеными перцами, поскольку ни один салат практически здесь не обходится без этого. Плюс это обязательно подают с чулетоном, да, с говяжьим стейком. А куда уж без него? Какой праздничный стол без говяжьего стейка-то? И вот еще две баночки. Это крем из фуа-гры. Ну, такой, значит, паштетик, гусиная фуа-гре. И еще одна баночка. Сейчас прочитаю, что это. Паштет с шампанским. Паштет, ну, свинка нарисована, значит, паштет из свинины с шампанским. И баночка фуа-гры. То есть, что мы можем приготовить на наше Рождество, исходя из этой корзины? В принципе, те закуски, стартеры, да, интрантис по-испански, все уже, в принципе, здесь есть. Мы можем сделать бутербродики с фуа-грой из паштетика. У нас есть... Шотопа! У нас будет нарезка из чурицов, из хорошей свинины. У нас есть хамон, который мы также обязательно нарежем. И вина... Ну, для начала праздника достаточно. У нас есть еще и свои большие запасы. Так что к Рождеству мы готовы. А вы готовы к Рождеству? Пишите там в комментариях, какие блюда вы будете готовить у себя на Рождество. Вот. Такие, кстати, подарки разыгрываются в очень многих магазинах, очень многие бары, кафе, которые... Рестораны, которые ценят своих клиентов каждый год. Они составляют такие казины, выставляют их где-то с конца ноября. Вот. И среди своих постоянных покупателей разыгрывают лотереи. Это может быть выигрыш по чеку. Ну, в данном случае мой платил 1 евро, чтобы купить лотерею, участвовать в этой лотерее. Вот. И все вполне возможно. Причем он выигрывает, кстати, не первый год, говорит, четвертый год подряд. Он постоянно что-то выигрывает в барах, в которых он пьет кофе на Рождество. Так что все возможно. А, кстати, у нас послезавтра будет главная лотерея года или города. Вот. Очень часто, кстати, я читаю, что все заранее приписано и все выигрыши распределены. Но кто не верит, может не играть. А кто верит, играйте в лотерею. Все возможно. У меня в Сантеделе есть подруга, которая вот... Я здесь уже 10 лет живу, и за эти 10 лет она два раза выигрывала в Эльгорде. Один раз в 2012 году она 70 тысяч евро выиграла. И вот пару лет назад, в 2018 году, когда у нас Сантендер взял первую премию, она выиграла 120 тысяч. Так что, друзья, все возможно. Главное верить в сказки, верить в Рождество. И все случается. Всем пока-пока. Я побежала со своими испанскими подружками. А обедать в один шикарный ресторан с видом на Лакончо. Всем хорошего дня и прекрасного Рождества.